Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на нашем православном портале Елицы. И сегодня у нас с вами очень интересная тема, которая обозначена так будет у нас. Потребность и требования. И как вы можете заметить, корень похожий, требовать и какая-то моя потребность. Очень часто мы свою потребность или ее не осознаем, даже не понимаем, чего мы на самом деле хотим. Но тем не менее у нас есть огромное количество потребностей. И вообще-то задача взрослого человека, собственные потребности, уметь удовлетворять самостоятельно. Когда ребенок маленький, его потребности удовлетворяют родители, потому что сам он еще это делать не в состоянии. И ребенок полностью зависим от взрослых. Но взрослый человек вполне может с этим справиться сам. Но зачастую какую мы с вами видим картину? У человека, у взрослого есть какая-то потребность, он ее сам не удовлетворяет, но начинает, например, требовать от своего близкого, от того, кто рядом с ним, или того, кому он уделяет такими качествами, что он должен их удовлетворить вообще моей потребности. И он начинает требовать, что вот ты мне вы не положи, но ты дай мне то, что я хочу. И как-то уже не единожды мы с вами разговаривали о том, да, я хочу, чтобы было, как я хочу. И тогда мы начинаем требовать от другого. Обычно жесткие требования, конечно, сталкиваются с чем? Они сталкиваются с противодействием, что человек не хочет этого делать. И мы в ответ на это, что он отказывается или как-то уклоняется, начинаем обижаться. Но здесь у нас стоит с вами какой очень важный вопрос. Умею ли я просить? Что очень важно здесь сказать? Что требовать вы не имеете права ничего и ни от кого. Наружие. Ребенок, он как бы требует по своей наивности, еще вот он маленький, да, и то мы ребенку учим. Попроси, потому что ребенок говорит, дай. Он говорит жестко, деспотично, дай, да. И взрослый человек, он объясняет. Нет, надо сказать, попроси, дай мне, пожалуйста, да. Вот мы объясняем, мы как бы прививаем ребенка вот это вот чувство. Умение быть вежливым, умение просить. Также и будучи взрослыми, надо уметь просить. Иногда мы совершенно этого не умеем делать. Корень этого того, что мы не можем попросить, люди говорят как угодно. Мне неудобно, мне не хочется обременять собой. Ну, еще лучше, ну как-то же они должны же видеть, что мне что-то нужно. Разве это не заметно, что я там в чем-то нуждаюсь, да. Вот, они должны, если он меня любит, он должен сам был бы заметить и догадаться. А раз никто не догадывает, значит, вот всем на меня как раз и все равно. Ну, наверное, уже по моему виду, по тому, как я говорю, да, наверное, вам уже и самим понятно, что корень такого требования, молчаливого порой, то есть требования бывают не только, «А ну-ка, дайте мне». Оно бывает такое молчаливо-укоризненное, да, такое требование, такая скрытая манипуляция. Другой должен догадаться. Ну, и как вы понимаете, корень этого, конечно же, не в каком-то там нежелании обременить своего ближнего собой, а в гордости. В гордости. Почему же это происходит так часто? Почему так сложно нам попросить? То есть, что мы тогда себя чувствуем? Уязвимыми, слабыми. Что? Если я прошу, значит, я не могу сделать это сам. А, наверное, нам очень нравится, да, говорить, я сам могу, я сам справлюсь. В своей работе я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди не хотят обращаться к психологу и говорят, «Мне не нужен никакой психолог, я могу все сам». И не первый раз, наверное, я вам привожу такую аналогию, что, когда болит зуб все-таки, да, и болит уже сильно, то есть сначала мы терпим, пьем таблетку, еще что-то делать, когда уже совсем все плохо, мы все-таки идем к врачу. Да, потому что мы нуждаемся в помощи. И вот признать этот факт, что мы так или иначе, люди уязвимые, не все можем делать сами. Мы нуждаемся в помощи других людей, мы нуждаемся в поддержке, но мы не имеем права требовать этого. Мы должны уметь об этом попросить. Попросить не значит унизиться. Попросить не значит признать, что, ах, я такой никчемный, я ничего не могу. Как раз просить о помощи могут только сильные люди. Только сильный человек может признать свою уязвимость, да, и, как говорится, Господь говорил, немощи, сила твоя совершается. И когда мы просим ближнего о том, что для нас очень важно и значимого, да, какая-то у нас есть потребность, которую мы просим помочь нам, решить, удовлетворить, мы в этом как раз проявляем смирение и проявляем, как бы, и любовь к ближнему, и к нему доверие. И к себе проявляем таким образом тоже уважение, да, и к себе, и к ближнему. Вот, пожалуйста, задайтесь вопросом, умеете ли вы просить о помощи? Воспоминайте, когда вы последний раз просили, и о чем, да, и если вы не можете просить, тогда давайте проанализируем с вами, почему это происходит. Ну, я думаю, что это будет наш следующий уже ролик, да, мы с вами поговорим о том, почему же так тяжело просить. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok